Часто спрашивают, где мужчины? Происходят безумные вещи, где мужчины, готовые прийти на помощь. Но некоторые еще остались, и они в Вайоминге. На прошлой неделе группа рестлеров из Северо-Западного колледжа у городка Коди отправилась в поход. Одного из них звали Кэндал Каммингс. Он спас своего товарища по команде от растерзания медведем-гризли недалеко от Йеллоустоуна. Медведь напал на его друга, а Каммингс напал на медведя. Он дернул его за ухо, пнул его, выдернул клок шерсти, и он с другом оба выжили. Они были ранены. Кэндал был ранен. Вы увидите сами, он присоединяется к нам. Кэндал Каммингс, большое спасибо, что подключился. Какая поразительная история. Большинство видят медведя, особенно на Западе, где они особо опасны, и дают деру. Ты напал на медведя. Почему ты решил это сделать? Все так. Я просто не мог смотреть, как товарища терзает медведь. Я увидел, как он навалился на него, и не мог позволить этому случиться. Я должен был вмешаться и сделать что-то. И я подошел к нему, схватил за ухо и потянул за него. И медведь переключил внимание на меня и набросился. Что медведь сделал? Ведь если потянуть медведя за ухо, надо ожидать, что медведь нападет на тебя. Ты знал это, и все равно это сделал. Я просто думаю, что это проявление впечатляющего героизма. Что медведь сделал? Как он напал на тебя? Когда я потянул его за ухо, он так посмотрел на меня, что сердце в пятки ушло. Я сделал несколько шагов назад, а затем медведь бросился на меня. Повалил на землю и прижал меня каким-то деревьям. И начал кусать мои руки и ноги немного. Потом оставил меня в покое. Тогда я крикнул приятелю, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. И тогда медведь вернулся, и он снова напал на меня. Досталось голове и лицо вот здесь. И потом я просто лежал безжизненно. И он снова ушел. И на этот раз я подождал 2-3 минуты, прежде чем встал и начал спускаться с горы. Истекающий кровью. Невероятная история. Как твои... Как твои травмы? Как твои руки и голова? У меня колотые раны на ногах и ладонях. И на руке вот тут у меня было около 60 скобок в голове. И еще большой след от укуса на щеке. И швов вроде наложили сотни. Надеюсь, что тебя встретили как героя в родном городе, ведь в Вайоминге это все еще считается впечатляющим поведением, так ведь? Верно, да. Меня встречали пожарные, полицейские машины и все такое, когда я вернулся... вернулся... вернулся в свой город. Вполне заслуженно. Я должен спросить. Всегда, когда слышу о нападениях медведей, люди, которые выживают, а я не думаю, что большинство выживают, всегда говорят, что у медведя ужасное дыхание. Это правда? Полная правда. Не знаю, что он ел на завтрак, но... Его дыхание я точно запомню. Тошнотворное. Прости, что смеюсь. Когда медведь засунул твою голову себе в пасть? Что? Ты ведь наверняка тогда думал, что умрешь, он жевал тебя. Да. Да, верно. На секунду я подумал, что вот-вот умру на том самом месте. Но... Похоже, мое время не пришло. Что сказали... Что сказали твои родители? Они были просто рады за меня, рады, что я жив, и... Они сказали, что я всегда был таким ребенком, который ставил жизни других выше своей. Да, но чтобы напасть на медведя-гризли, это же... Надо ведь превзойти себя. Да, меня называли сумасшедшим за это. Говорят, я сумасшедший. Я горжусь тобой. Я хотел бы, чтобы у нас было побольше мужчин, как ты. Спасибо, что пришел на эфир, Кэндил Каммингс. Поздравляю с героическим подвигом. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok